Добрый день, дорогие друзья! И гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юлия Руфлорида Сегодня мы уже во втором доме в городе Авида Про Авида я уже говорила, это будет в первом видео, я не буду много повторяться Я только скажу то, что всем интересно Здесь отличные школы, буквально все элементы, middle и high Очень хороших рейтингов Семейный город, очень хороший для семьи, для проживания с детьми До Донтаун Орландо около 13 миль И я, кстати, забыла сказать в прошлом видео Близость Авида к University of Central Florida Кто будет там учиться, тому выгодно здесь Да, то есть, но в принципе, как бы этот университет поддерживает ценность домов, валиу, в принципе, всего города В отношении этого дома я вам скажу, что этот дом постарше, чем предыдущий Он был построен в 1987 году Цена дома 470 Четыре спальни, две ванны Приличненько Сейчас посмотрим, что за эту цену нам предлагают Размер дома 2500 квадратных фит Что составляет 233 квадратных метра Вон детки приехали со школы Извините, отвлеклись Но надо показать Интересно Эчо есть здесь небольшой 250 в год Получается где-то 20 долларов в месяц Что еще здесь интересного Налог 4600 в год Знаете, крыша Крыша здесь новая, кстати, в этом доме Это очень важно Она была заменена в 2021 году Вау, хорошо Совершенно неплохо А это плюс где-то 1010-15? Ну, крыша на такой дом 1015, да Вот так-то Ну, давайте пройдем и посмотрим Произведение искусства 1987 года Очень интересно Никогда не были в доме такой постройки Были в очень старом доме один раз Очень-очень В 100-летнем доме были Знаменателен своими старыми домами И зданиями Как бы это достаточно исторический Исторический город Вау, камин Представляете? Еще настоящее Дерево, не газ Я думаю Точно Похоже на дерево Натюрлих Настоящий кирпич Реально настоящий кирпич В потолке свет Да Да, skylight снова Skylight Это тоже Интересное решение Честно говоря Светло Чувствуется светло Хотя я свет включила Но с такими потолками Это, конечно, преимущество Переделали Здесь Я думаю Что сам дом был До этой отметки И они добавили Достроили его Да-да-да И теперь пьяным Здесь не ходить Обратите внимание Вот интересно Почему они не подняли Пол В принципе Это было легко сделать Когда строили Чудо-чудное Кондиционер на стене О, а я думаю Чего мне дует спина Представляете? Вот это вы видели? Узнаете? А мы здесь никогда Такого не видели Потому что здесь Центральное кондиционирование Знаете, какое? Знаете, какое? Вот такое вот Здесь Такие вот выходы Ты знаешь, что написано Central Air Есть центральное кондиционирование Оно и тоже Он и есть кондиционерный Но здесь еще такой локальный Такой вот Local Это вот этот локальный Интересно, интересно Ну вообще Потому что Воздуховоды Для кондиционера Они тоже есть И написано, что есть Central Здесь такая ванная Это общая Для двух спален, да? Или вообще для трех Для трех спален В этом доме Четыре спальни И два санузла То есть Этот санузел Получается На деле Три спальни И плюс еще гостевой Другой степень Понятно Давайте пройдем в спальню Посмотрим Проходи, Юль Так, где у нас спальня? Вот Здесь у нас Три спальни Расположены в этом отсеке В этом крыле дома Так, вот первая Спаленка Детская Так Здесь значит Общая такая Что тут у нас? А, полочки просто Да? Для белья, например Так Далее идем Следующая Да? Вторая спальня Спальня Третья Спальня Такие спальни Они размеры В принципе Все одинаковые Они небольшие Гардеробные Такие Стандартные Достаточно места Для кровати Толочки Больше, наверное, ничего Комод Можно поставить Кстати, двери Интересные Они невысокие Смотрите Здесь потолок Невысокий Там потолок Посмотрю Он идет В треугольные формы И сразу Открывается Пространство То есть С двери Когда заходите Здесь две комнаты Там у нас будет Обеденная зона Большая обеденная Она вот как раз Кухня Соединена Вот там вот Кухонка До кухни мы еще дойдем Да Далее Что это у нас здесь Здесь Вот Что хотите Гостиная Она как вторая гостиная Она называется Левенкрум Кстати, здесь легко Фэмилирум Там здесь Левенкрум Да Ну слушай И что здесь будет Здесь очень большая комната Вы знаете Такие комнаты Например В домах Двухэтажных Где есть бонусная комната То же самое Как бы Можно так же Использовать Эти комнаты То есть Можно поставить ТВ Как бы Другую гостиную Для детей Можно поставить Бильярдный стол Можно сделать офис В принципе Можно Из этой комнаты Слепить Все что угодно Детскую Что хотите Ну я имею ввиду Игровую 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 Детскую Конечно Давайте пройдем Так как дом Старый Старой постройки Не такой уж старый То Планировка Она не открытая Те года Еще не делали Планировку Может быть Только Начинают Из старых построек Сносить стены И перепланировать Но Здесь Вот так Здесь не стали Перепланировать То есть Здесь кухонка Видите Отдельно Но она большая Она большая Да Она большая Короче говоря Так делают В очень дорогих Домах Где готовит Шеф-повар Там уже Отделяют Кухню От зала Предположим Кухня тоже была Установлена Сразу видно Кухня новая Все новое Фасады Свет А второй свет Есть Господи Где он Вот второй свет Так Здесь Холодильник Хороший В принципе Двухдверный Так Здесь Пантри Для Круп И всего прочего Деревянные Фасады Дерево Внутри Так А мы Проходим Гараж Большой На две Большие машины Что-то бикнуло Очень сильно Так Здесь Прачечная На бибиканье Прачечная Без машинок Да Прачечная Единственное Что без машинок Да Тем не менее Вот она здесь Есть Это Комнатка Это Хозяйская Спальня Такая Хорошая Хороший Размер Далее Хозяйская Ванная Вот здесь Вот Туалет Так Интересно Мне больше Для Полотенец Место Есть Душевая Ванная Две Раковины И Что это И это Еще такая Комнатка Гардеробная Еще одна Или Еще одна Другой Нет уже Да Да В общем Вот Посмотрите Кухня Отделена От Гостиной Зато В гостиной Есть Камин Что-то Да Необычное Я так думаю Что из-за Камина Конечно Сложно Будет Перепланировать В открытый План Это правда Ну разве Что больше Раздвинуть Можно было Здесь можно Проводить Семье Так Ну что Мы наверное Не будем Выходить А Не будем Выходить Или Давайте Выйдем Двор Большой Давайте Попробуем Правда Забор Конечно Можно И поменять Так Вот Здесь Не О Это Цветет Вот это Растение Что-то Там Цветет Слушай Знаешь Чем пахнет Это Черемухой Черемухой Да Как Жасмин Пахнет Жасмин Да Ой Классно Пахнет Большой Двор 028 Акро Здесь И бассейн Можно Честно говоря Такой Дом Это Только Ради Двора Можно Есть Где Развернуться Здесь Можно Бассейн Хороший Сделать Да Открытый Закрытый Любой Здесь Место Позволяет Посадить Красивые Растения Да 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 Газончик Может быть Забор Конечно Здесь Портит Картину Но Я Люблю Заборы Закрывать Люблю Где Я не жила Я везде Заборы Закрывала Растения Большая Земля Здесь Растения Долго Будешь Закрывать Посмотрите С той Стороны Честно Говор Забор Виниловый Нормальный Хороший Что в принципе Можно убрать Этот забор Как минимум Здесь Да Как минимум Там Да Посмотрите Еще туда Идет Двор Да Давай Посмотрим Так Что у нас Там Там Маленький Такой Я не знаю Как сарайчик Сарайчик Да Здесь Вот Чуть Даже Два Растений Даже Два И все И выход На Фронт Ярд Получается Ну то есть Здесь Есть Фантазии Разгуляться На самом Деле Детскую Площадку Да Домик Домик На деревьях Деревья Хорошие Ну в общем Вложиться Еще Можно Во Что Здесь Правильно Флипер Вкладывался Вкладывался Еще И покупателю Ага А что делать Ну как минимум Это такое Что-то новое Что мы еще Не видели И может быть Вот Зрителям Тоже будет Интересно Посмотреть Все-таки Этот домик Уже считается Пожилым Не новым Я считаю Что из него Слепили Все что Могли И очень прилично Да-да-да Я соглашусь Я ожидала Что здесь будет Все старое Эта комната Очень Такая интересная Конечно Посидеть у камин Вечерками В зимние вечера Так По цифрам Я уже пробегалась Но Вкратце Еще быстро скажу Дом стоит 470 тысяч Две с половиной Тысячи квадратных Фит Четыре спальни Две ванных Налог 4600 И Эчуей Очень маленький 20 долларов В месяц 250 в год Значит По кредиту Если это будет 20 процентов Первоначальный Взнос То приблизительно Стоимость Кредита Будет 1600 Естественно Плюс Опять-таки Я взяла Где-то Грубо говоря 200 долларов В месяц Страховку И налог Я разделила На 12 месяцев Что Что есть 380 долларов Значит Получается При Первоначальном Взносе 20 процентов 1600 Плюс 200 Плюс 382 200 Это будет Выплаты По кредиту И аренда Опять-таки Это тоже Авида Аренда В Авида Приблизительно Один доллар За квадратный Фуд У нас Две с половиной То есть Приблизительно 2500 Понятно Естественно Зависимо от Состояния Как я сказала Состояние Ремонта И так далее Я думаю Что С таким двором Этот дом Спокойно Может За 200 500 Сдаться Он Хороший Может быть 2300 Не знаю Я так задумалась Какую цену Можно его сдать Уже планирую Вот Ребят На этом Мы с вами Попрощаемся У нас еще Есть одна Остановка Сегодня Еще один дом В Авида На этой ноте Я хотела бы Снова поблагодарить Юлечку Что она нам Предоставляет Предоставляет Такую возможность Посмотреть Наде тоже Посмотреть дома В разных районах Так что Давайте Увидимся На следующей остановке Пока В следующем видео Пока В следующем видео Гляньте Какой здесь Автомобиль Раритетный У соседей В каких-нибудь Фильмах ужасов На таких Маньячки Разъезжают Старый 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 Форд Рабочая Лошадка Продолжение следует... 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 Редактор субтитров...